Время продолжать. Всем привет. Подожди, я могу еще раз попробовать. Руководитель команды прикладных исследований ВКонтакте. Павел Калайдин под ваши аплодисменты. Всем привет. Я должен был споткнуться и упасть сейчас. Спасибо большое, что пришли. Мы вначале на сайте думали вам рассказать еще про то, как в Эрмитаже все устроено. Но выяснили, что ребята очень подробно успели рассказать до этого. Поэтому мы пропустим и сразу будем рассказывать про те вещи, про которые мы тоже немножко знаем. Смотрите, все, наверное, видели такие картинки. Это оптические люди. И люди, вообще они не пересекаются, здесь нет никакой спиральки. Это просто кружки. Хотя очевидно, вам всем кажется, что они идут в центр. Так вот, мы сегодня будем говорить ровно о том же самом, но только о том, как машины точно так же попадаются на такие уловки. И они видят совсем не то, что на самом деле нарисовано. Или вот еще пример тоже. Это самый свежий пример. Я сейчас интернет некоторое время по этому поводу обсуждал. Это, ну, всем более-менее понятно, что это котик, если приглядитесь. Вот. Но вот я вам в конце скажу, что большинство систем, которые сейчас работают, они будут, естественно, детектить. Ну, точнее, мы увидим, что они там задетектят. Посмотрим, будет ли это котик, или это будет птичка. Вот. В общем, мы будем сегодня говорить ровно об этом. Мы сегодня будем говорить о таких штуках, как попытаться заставить алгоритмы, которые работают, и пытаются что-то распознать, или пытаться что-то задетектить, как заставить их ошибаться. И есть очень красивый пример, который все обычно используют, чтобы показать, как это работает. Вот есть картинка, на которой изображена панда. И большинство детекторов, которые определяют объекты на фотографиях, которые используем мы, которые используют все большие компании, на самом деле все практически, которые работают с изображением, они используют детектор, который базируется на тех же самых архитектурах. Так вот, понятно, что это панда. Здесь ничего интересного нет. Мы уверены примерно на 60%. Но если мы сделаем вот такую картинку, которая вообще ничем не отличается, то есть вы не увидите здесь никакую разницу, то тот же самый алгоритм будет считать, что это гиббон. И более того, он будет мало того, что ошибаться, он будет очень уверен в этой ошибке. Гораздо более уверенный, чем было до этого. Причем самое смешное, на самом деле картинки чуть-чуть отличаются, но фишка в том, что вот здесь они абсолютно одинаковые, потому что они отличаются, условно говоря, там 32-битное кодирование цветов. Вот они настолько тоненькое отличие между картинками, что мы вообще-то даже здесь вообще разницы нет. То есть цветопередача, она просто это даже не покажет. Но поэтому алгоритм, который пытается определить, что находится на этой фотографии, он очень круто ошибется. Ну, на самом деле это важный момент, потому что они все знают, как выглядит гиббон. Он выглядит по-другому. Прям совсем по-другому. И человек легко это определит, а, соответственно, машина падет под гнетом такой атаки. Вот. Кажется, что прикольно, конечно, что мы научились определять гиббона вместо панды, но это не приведет ни к чему плохому. Ну, там разве что в зоопарке, там, я не знаю, если я пытаюсь определить, что у меня сбежал какой-то зверь, то, наверное, это будет полезно. В общем, достаточно бессмысленно. Есть гораздо более полезное применение этих штук. Или наоборот, бесполезное, да, максимально плохое. Это атака на дорожные знаки. И вот тут есть очень прикольная статья и метод. Просто люди научились клеить стикеры на знаки. Самый обычный стикер, черный. И при этом знак, вместо знака стоп, который остановит ваш автомобиль, который едет, я надеюсь, лет через 10 будут ездить и в Питере, он будет считать, что это ограничение скорости. И ему не нужно уступать трафику, который едет слева или справа. Вот. То есть очевидно, что это может привести к каким-то проблемам. И очевидно, что с этим нужно сейчас что-то делать. Потому что это, в общем, небезопасно. И вообще эта область, про которую мы будем говорить, называется безопасность искусственного интеллекта. Они сейчас все дружно стали тратить время на ее исследование, потому что это просто пришло на нашу жизнь. Вот. Ну давайте, собственно, поговорим и подумаем, как от этого можно защититься. Вот. Есть некоторое отвлечение на всякий случай, так как мы не знаем, как бы аудитория, насколько много знает про эту тему, я сделал небольшой экскурс вообще, откуда все это появилось, как мы дошли до того, что вообще нужно защищаться от таких атак. Вот. Когда-то давно, там, в 60-70-е годы, когда вообще появилось все это дело, считалось, что искусственный интеллект – это такие штуки, которые, ну, мы хотим начаться решать задачи, которые человеку нереально выполнить, но при этом может их закодить, там, отправить ракету в космос более-менее. Вот. Нашло время и стало понятно, что это все прикольно, но это вообще не искусственный интеллект. А искусственный интеллект – это решение тех задач, которые человеку совершенно понятно, как сделать, но их совершенно непонятно, как закодировать, потому что я не могу вам объяснить, как вы определяете, не знаю, вы смотрите на лицо человека и понимаете, что это ваш друг. Я не могу написать, да, если у него глаза голубые, то он ваш друг, ну, так не работает. Мы хотим научиться это делать автоматически, и это было сложно. И на самом деле самое крутое, что в районе 2013 года это все стало более-менее работать. Глубокое обучение стало популярным, все начали этим заниматься. До этого это было просто, ну, не даже нереально, плохо работало. Сейчас мы все до этого добрались, и, собственно, поэтому проблема стала очень большой. Вот. Мы не можем создать программу. Что мы будем делать? Мы будем использовать машину обучения. Машина обучения, собственно, что пытается сделать? Она пытается взять данные какие-то и автоматически найти у них паттерны. Все просто. Как это выглядит? Вообще, когда очень любят говорить, что алгоритмы самообучающиеся, самообучающиеся нейронные сети, на самом деле так никогда не бывает, они обучаются на каких-то данных. Просто обычно считается, если они прямо тебе берут данные прямо сейчас, то они как бы самообучаются. Но без данных ничего не получится, потому что у вас просто нет никакой информации. И считается, что алгоритм вообще обучается. Не сам обучается, а вообще обучается на каких-то данных, когда его качество, качество это насколько, например, хорошо мы определяем объект на фотографии. Вот. Когда его качество улучшается, если мы даем какой-то опыт. Опыт это данные. То есть мы показали много фотографий, мы показали много разных животных, и он учился как-то их между собой различать. Вот. Есть хороший пример. Это вот работа нашей студентки, которая летом у нас была на стажировке. Она, соответственно, что сделала? Мы взяли стены с открытых профилей и взяли оттуда фотографии и хэштеги, которые пользователи выкладывают вместе с этими фотографиями. Ну и, соответственно, задача была следующая. Научиться определять хэштег по этой фотографии. Вот. Эта задача достаточно простая, но прикольная тем, что обычно все делают это не сами. Обычно все используют чью-то нейронную сеть и ее немножко дотюнивают по своей задачи. Вот мы делали это с нуля. И здесь вот можно посмотреть. Здесь вот есть данные. Да, это посты. Здесь есть задача. Это мы хотим угадать, что это конкретно за хэштег. И есть метрика. Это насколько точно мы угадываем. Вот. И здесь, соответственно, есть… Здесь вот четыре способа. И вот как они работают. Тут видно, что тут, скорее всего, зима в Санкт-Петербурге. Ну вот мы угадываем, что это море. С неба и так далее. Достаточно релевантно. Вот. Это вот такая задача. Это все делается автоматически. Просто обучается, когда подается очень-очень много данных. Как вообще это обучается? Ну, на самом деле обучается все очень просто. Опять же, на словах, на пальцах у вас есть нейронная сеть, которая просто функция, в которой есть какие-то веса. И вы пытаетесь изменять эти веса в зависимости от того, насколько она сильно ошибается. Вот такой подход. То есть вы прогнали алгоритм, получили какой-то результат. Супер ошиблись. Немножко заменили этот алгоритм. Ну, там, особым подходом. И опять прогнали, опять получили результат. Опять выяснили, что вы ошиблись. И в зависимости от этой ошибки вы опять что-то изменили. Самые боевые вещи. Ну, опять же, их очень много. Но это вот такие вот максимально ключевые вещи. Это, собственно, как это работает. Вот у нас есть сверточная нейронная сеть, которая пытается по фотографии Тесла определить, что на ней находится. И вот здесь можно посмотреть, как картинка, соответственно, разворачивается. Есть несколько слоев. И вот первые слои, они определяют автоматически, учатся определять слои. Не то, что слои, а признаки, которые что-то такое специфичное автомобиль определяет. Причем, чем слои раньше, это обычно более-таки специфичные вещи, например, углы или края, или там смена цветов. И вот дальше, ближе уже к результату, там какие-то такие абстрактные концепции. Ну, это достаточно прикольно работает, потому что каждый последующий слой использует результаты предыдущего, мы получаем такую как бы иерархическую модель. Вот. И на выходе мы получаем, соответственно, ответ. И мы получаем, никогда не получаем одну метку, мы получаем распределение. И вот тут видно, что мы для автомобиля определяем, что это, ну, собственно, автомобиль, там грузовик. И вот можно посмотреть, что внизу там лошадь. И это на самом деле важно. Несмотря на то, что тут лошади, конечно, никакой нет, но сам факт, что мы определили хоть на какой-то маленький процент, что это лошадь, нам очень поможет. Я дальше вам покажу, как. Это на самом деле очень крутая концепция, которую вообще, ну, в общем, увидите, будет интересно. Вот. Мы получили вероятности. Здесь как раз видно, что, собственно, мы практически уверены, что это автомобиль. И вот сегодня мы будем смотреть, как заставить тот же самый детектор подумать, что это что-то другое. Вот. Вообще говоря, когда мы… Это тоже важная концепция, которую все используются, и мы тоже сегодня будем пытаться абьюзить. Это то, что практически никто никогда не обучает нейронно-насистик с нуля для определения объектов. Очень часто кто-то берет готовую, потому что в целом, когда она уже, даже если она определяет там животных или чего-то еще, это уже очень много информации. Мы ее чуть-чуть совсем добучаем, тратя несравнимо меньшее время и используем свои задачи. Какой вывод вообще из этого можно сделать? То, что архитектуры примерно все используют одни и те же. И если вы работаете с какими-то задачами, можно догадаться, что люди используют. То есть мы в принципе… У нас есть уже большое определенное знание в том, что вообще использовано там внутри. Это тоже нам поможет, если мы хотим как-то это заобьюзить. Вот. Опять же, в 2013 году это все стало работать, и это пришло в нашу жизнь. То есть это от таких медицинских использований, когда мы пытаемся определить, если у вас рак или нет. Ну, мы не пытаемся, но как бы медицинские организации пытаются. До ботов, которые пытаются ваш текст прочитать, записанный. Вот. Всегда будут обьюзить. Причем самое прикольное, что, по-моему, когда совсем давно, так это раньше, со спама все началось. Тут, понятно, пытаются все со спама бороться автоматически уже там, не знаю, 50 лет. Окей, не 50 лет интернета не было тогда. Не знаю, последние 20 лет. Вот. Те, кто посылает спам, они пытаются написать такие сообщения, которые проходят все спам-фильтры. То есть это ровно. Это самые первые такие атаки на машину на обучение, на какие-то самые простые фильтры, которые придумали люди. Понятно, что чем его больше, тем, соответственно, будет все хуже. Вот. И вот мы сейчас будем об этом говорить. Одна из очень заметных атак, я думаю, что вы про нее не слышали, даже если вообще не копались в этой теме, это бот Microsoft Tao, который они запустили в Твиттере и который общался с пользователями. И он использовал их информацию для того, чтобы тоже обучаться. И здесь видно, что бот, по-моему, за два часа он начал говорить всякие гадости. И Microsoft его как бы зашедаунил практически сразу. Ну, просто потому что на самом деле очень, как сказать, короче, толпа, влияние толпы, оно очень сильно влияет на машину обучения. Мы не хотим таких вещей, мы хотим от этого уметь защищаться. Это, кстати, очень прикольно. На самом деле это способ атаки, когда мы, когда тот, кто, ну, злоумышленник, атакует не просто наш алгоритм, а он открыт сами данные, на которые он обращается, с ним очень трудно бороться. Но, например, мы ей подвержены, когда мы обучаемся на каких-то пользовательских, ну, на тех же стенах. Если какой-то злоумышленник каким-то образом насоздавал очень много постов, они попали к нам в данные, то мы можем действительно просто ошибиться, потому что мы так выучимся. То есть мы ошиблись уже, в принципе, по построению. Вот. Поговорим про наши задачи. Вконтакте как бы тоже падает. И вы все видели такие штуки. Мы умеем определять текст с картинок. И мы пытаемся определять, насколько люди мотивируют других людей делать какие-то действия. Ну, то есть, потому что если вы попросите людей поставить лайк, они действительно их поставят. Пост соберет очень много лайков незаслуженных. И лента, возможно, будет это дело, ну, как-то учитывать. Вот. Поэтому мы хотели бы уметь определять, когда вы пишете, там, ставьте лайк, если вы любите маму. Но вот те, кто пишет такие посты, они пытаются, естественно, нас перехитрить и пытаются делать таким образом. Вот. У них это сейчас не очень получается. Но в целом они стараются. Это тоже такая интересная тема, с которой мы, естественно, пытаемся тоже бороться. Вот. Или еще тоже вы все видели. Это комментарии и спам в комментариях. Здесь видно, что пользователи пытаются обойти фильтры, которые сами админы пабликов делают. И мы пытаемся делать. Здесь вот по слову kinti, да, видите, здесь написано не по-русски kinti, а там латинский бук использован. Ну и вообще здесь лайкосос, это все равно как раз. Вы все с этим сталкивались, если это все не очень прикольно, это немножко рушит экосистемы, кажется, что мы хотим с этим научиться как-то бороться. Вот. Есть еще один пример. Эта акция на… идея была в том, что мы хотели на памятную акцию, пользователи выкладывают фотографию мирного неба над головой, и им присылается, соответственно, свеча поминальная. Вот. Собственно, так это работало. Это очевидно. То есть кажется, что люди все очень добрые и хорошие, но хочется заранее знать, что нас никто не забьюзит. Вот. Поэтому у нас был детектор, который определял, что это действительно небо, а не что-то другое. Вот. И вот это, собственно, работало. Это был, по-моему, первый опыт нашей модерации таких спецпроектов. Это было, собственно, в сентябре. Да. Вот. То есть наш детектор здесь работал, и если бы мы упали под какими-то атаками, было бы не очень прикольно, потому что, скорее всего, это просто ползлось по всяким разным СМИ. Мы следим за этим, за такой, как сказать, чистотой экосистемы. Вот. Смотрите. О чем мы будем говорить? На самом деле это все введение. Мы вот только сейчас подобрались к тому, что мы можем с этим СМИ делать. Это вообще тема называется adversarial machine learning. Это задача, когда мы пытаемся делать машинное обучение, которое нападает на другое машинное обучение. Или защищаемся от этого. И вот, собственно, пошло это со спаума, и сейчас пришло куда угодно. Сейчас я вам расскажу примеры, как это можно сделать. Есть такой термин еще, examples. Это специальные примеры, которые показывают то, что наш алгоритм ошибается. Причем, что самое прикольное, можно сделать их в нескольких типах. Например, можно сделать такие примеры, когда вы заведомо получите результат ошибочный. Например, мы хотим сделать так, чтобы панда точно определялась как гиббон. Или нам это не очень важно, мы просто хотим, чтобы панда плохо ошибалась. В смысле, панда распознавалась просто как что-то не панда. Это называется non-targeted attacks. Они чуть-чуть отличаются. Но в целом это называется adversarial examples. Если вы с этим термином будете сталкиваться, то вы, собственно, будете знать специальным образом созданные примеры, которые, собственно, работают как-то плохо. Вот, смотрите. Какие есть атаки? На самом деле самая плохая атака для нас – это атака, когда атакующий знает все про наш алгоритм. Но фишка в том, что на самом деле атакующий так много знает, потому что все используют примерно одно и то же. Поэтому белый ящик, несмотря на то, что кажется, что мы никому ничего не шарим, она достаточно понятна, и мы должны с ней что-то делать. Есть еще черный ящик. Черный ящик – это самая стандартная тема. Это когда вы не знаете, что работает, можете только предполагать, но вы получаете результаты по API. Например, черный ящик – отличные атаки на всякие разные клауд API. Если вы ими используетесь, вы посылаете в Google какой-то результат, получаете предикшены. Вот, вы не знаете, что там работает, но вы можете что-то с этим сделать. И одна из очень прикольных штук – это то, что вы можете сделать… Сейчас я расскажу дальше. Вот. Вы можете догадаться, не зная то, что там внутри, потому что у всех на самом деле одно и то же. И у нас тоже. Вот. Ну и серый ящик. На самом деле серый ящик – это то, что, скорее всего, вы знаете еще про защиту, потому что защита тоже в общем большой список. Наверное, вы можете предугадать, что мы используем, и это тоже использовать. Вот. Вот это вот атака серого ящика. Самое плохое для нас в том, что черную атаку черного ящика можно прекрасно превратить в атаку белого ящика, сделая следующее. Вы можете взять выходы модели, которые получили от нас, и обучить свою модель. И вообще, говорят, это очень часто используется для оптимизации нейронных сетей. Если вы хотите, например, на мобильный телефон что-то транспортировать, то обычно это так и делается. Вы берете очень тяжелую нейронную сеть и пытаетесь ее повторить. Здесь вот концепция учитель-ученик ровно матчится в этой идее. И таким образом вы берете черный ящик, превращаете в белый ящик. И после этого можете делать все, что угодно, потому что модель находится у вас. Вы, например, вам не нужно задать API, мы не можем защититься от вас, чтобы вам, не знаю, токен убрать у вас или добавить вам какой-то контроль, чтобы вы там не отправляли тысячу в секунду запросов. Модель, она есть у вас, она есть на нашем компьютере. Вы можете делать прям что угодно. И после этого мы, скорее всего, пойдем под вашей атакой, потому что у нас уже не будет никаких шансов. Как обмануть? Понятно, что мы можем обмануть просто, ну, как бы забьюдив, придумав те примеры, которые не знает наша модель. Но самый крутой способ – это когда и человек не может распознать, что же там такое находится. Потому что в этом случае, например, ну, очень тяжело это, как бы, это увидеть. Я смотрю, что все в порядке. Например, один из типов атак, на самом деле, придумает такие примеры, которые, знаете, ну, видно, что там не просто панда, а там какая-то вот галлюцинация. И алгоритм после этого ошибается. Ну, мы увидим, что, наверное, нам пользователи шлют какую-то фигню. У нас такое бывает, когда шлют неправильные картинки, алгоритмы тоже могут, как бы, ну, типа, попадать по ошибкам каким-то. Вот. Это не очень прикольно. Самое клевое – это когда мы максимально мимикрируем под настоящее изображение, но при этом ошибаемся. И вот есть, собственно, самый боевой пример. Это называется вот fast gradient sign method. Это когда мы берем и обучаем шум специальный, который переводит нашу картинку храма во внезапно страус. Причем это делается, на самом деле, очень просто. Вы просто добавляете шум, а дальше вот ровно так же, как обучается нейронной сети. У вас есть какие-то параметры, вы пытаетесь сделать так, чтобы у вас был страус, но при этом изменяете не нейронную сеть, которая у вас фиксирована, а вот этот вот шум. И все. И после этого фишка в том, что алгоритм, он же как работает. Фактически у него есть такое большое гиперпространство объектов, и он пытается, ну, окей, этот выход похож на храм. Ну, просто потому что мы рядом с этим, с ним находимся вот в нашей области меток. Мы пытаемся сделать так, чтобы мы от храма пошли в сторону вот этого страуса. При этом у нас есть ограничение на то, что шум должен быть очень маленький. Вот. И оказывается, что все алгоритмы падают под такой атакой. Причем, ну, там на самом деле есть… а не то, что все, там мы можем… я расскажу, как мы можем попытаться от этого защититься, но деревья, нейронные сети можно придумать, как вот использовать это для такой атаки. Пойдем дальше. Это вот ровно тот же самый наш пример. То есть у нас… вот видите, вот это реально картинка посередине. Это то, что мы подаем туда. Собственно, маленькие… маленькое число, это чтобы она была максимально такая, как сказать, прозрачная. И мы реально… то есть это реально боевой детектор, который будет считать, что это гиббон. В нашем примере, опять же, те же самые хэштеги. Как это будет отработать? У нас есть картинка, где человек лежит в палатке, и мы действительно видим, что у нас определяться как лес, но мы хотим, чтобы это определяться как стена. И мы точно так же говорим, давайте-ка мы залернем шум, который добавим к этой картинке, и будем менять его так, пока у нас вероятность того, что эта стена не будет расти. Как она будет расти, значит, мы делаем что-то верное. Провернув такую операцию много раз, мы там, допустим, можем увеличить вероятность до какого-то разумного числа. И вместо того, чтобы увидеть лес, мы получим стену. Вот, что будет достаточно глупо и странно. Пойдем дальше. Сейчас у меня сломался. Да, есть еще очень крутой пример. На самом деле это все прикольно, но не всегда мы можем изменять картинку. Мы можем сделать вот такой хак. Мы можем придумать такие стикеры, которые вы просто будете класть рядом с объектом, и он будет ошибаться. И здесь видно, что мы кладем вот этот такой, как сказать, галлюционирующий тостер рядом с бананом. И вот здесь вот видно, что на первой картинке это прям банан, на этом 99%, а на второй картинке это тостер. Хотя, конечно, очевидно, это не тостер. Вот, картинка выглядит так. На самом деле, если вы посмотрите и приглядитесь, то здесь можно увидеть тостер, в котором, мне кажется, отражается очень много тех объектов, на которые он может атаковать. Вот, просто положили, просто все перестало определяться. Вот, я думаю, что это прикольно очень, потому что это можно клеить где угодно, и камеры будут ошибаться. Вот, у нас есть еще одна очень классная штука, про которую я хотел бы рассказать, потому что очень часто вообще один пиксель достаточно поменять, и детекторы тоже перестанут работать. И вот здесь вот мелко, но здесь видно, что на самом деле, ну то есть вот там точки, если вы приглядитесь, посередине картинок есть точки. Вот одна точка меняет, там корабль, например, превращает его в автомобиль, или лошадь превращает в лягушку. Вот. Одна жалкая точка, причем, ну, ее достаточно сложно обучить, там используются эволюционные алгоритмы, вот, то есть это по вычисленности сложности мало, но, как бы, мы можем, например, не один пиксель менять, а 16 пикселей или 8 пикселей. Вот, и после этого алгоритмы будут еще, как бы, более устойчивы к таким ошибкам. Вот. То есть все, в общем, достаточно плохо. Но если мы, это мы сейчас говорили о детекторах, есть в контакте распознавание лиц, оно используется, может быть, вы видели для отметки друзей на фотографиях, чтобы вы там побыстрее это могли сделать, или если мы суперуверены, что это прям ваш друг, мы вам, за вас предложим вам, как бы, его разместить. Вот. На самом деле, точно такие же атаки на лица. Нам это не очень критично, потому что, ну, как бы, если вы не хотите, чтобы вас распознали, ну, как бы, окей, это не очень важно. Но это, возможно, важно для, там, каких-то штук для безопасности. Вот. И я хотел тут рассказать про очень классную атаку, которая, ну, это очки, то есть это мы не изменяем картинку, а мы предлагаем атакующим одеть очки, и после этого он будет распознаваться, как совершенно другой человек. И вот здесь вот видно, вот эти вот достаточно дурацкие желтые очки, они, как бы, приводят к тому, что, ну, там детектор, ну, там почти стоит взрак, на самом деле тоже с детекторами. Много есть таких боевых архитектур, которые все примерно используют. Вот. И здесь можно увидеть, что Мила Йоович, соответственно, будет целевой атакой, и вот человек, это вот автор статьи, он будет, будет распознан как Мила Йоович. Что, как бы, достаточно прикольно, потому что, например, если мы хотим проверить, что человек вообще не распознается, мы можем заподозрить его, да, что он какой-то злоумышленник, а тут он, как бы, распознается, распознается, как совершенно другой человек, что делает, как бы, эту историю совершенно другой. Вот. Или еще Следующий пример – это то, что, соответственно, как сделать так, чтобы он совсем не распознавался, но при этом не выглядел странно. И вот тут видно, что вначале мы придумываем, куда нам нужно добавить взаимодействие, вот здесь в середине, вот эти такие пластыри, а потом предлагаем ему достаточно стрёмно одеться, но при этом распознавание лиц просто перестанет работать, то есть он будет не заметен на камерах. Это там не какой-то татуаж, а как бы совершенно странные очки, странная шляпа, но вот машинное обучение перестает работать и перестает определяться. Вот, что достаточно круто, если вы хотите следить за своей приватностью. Вот, пойдем дальше. Изображение – это круто, конечно, но текстовых информаций еще больше, вот, и с текстом все, на самом деле, еще хуже. Вот, мы умеем определять тоже очень много всего. Обычно это связано со всякими разными не самыми хорошими постами, с которыми мы хотим бороться, мы хотим убирать их из поиска. И вообще делать, уметь это как-то контролировать, что происходит на площадке. Вот, это все есть, и всегда с первого же дня те люди, которым это интересно, ну, это влияет, очевидно, на их тоже экосистему, пытаются нас перехитрить. Вот, я сейчас тоже покажу, как. Ну, вы все такое видели. Это поисковый спам. Он, вообще говоря, не содержит ничего плохого, здесь ничего нет, но он абьюзит просто тем, что это, ну, как бы, полный шлаг. И наша модель, ну, например, часть модели просто не очень хорошо работает, когда получают какой-то такой, ну, рандом, они просто идут, да, какой-то рандомный текст. Вот, мы это починили просто, обучив классификатор, условно говоря, на рандомный текст. Причем мы вначале пытались, ну, строить такую сложную модель, которая бы определяла, что действительно слова не связаны друг с другом. Но оказалось нет, оказалось проще разметить это дело с помощью модераторов и просто обучить очень простой классификатор, который определяет, что это, как бы, полная фигня и не будет никого показывать дальше. Вот. Есть очень крутая штука. Это, я забыл, в каком году, Google зарелизил открытый API. Вы, возможно, им использовались. Называется Proximity. Это способ определить, что токсичный комментарий или нет на английском языке. И у них это должно быть доступно, там, Jigsaw и Google. Есть статья, которая показывает о том, что очень легко обоносит этот классификатор. Прям вообще для этого ничего не нужно. И вот я здесь вывел, соответственно, stupid and wrong. Мы меняем две буквы местами и вероятность 89, что это, ну, не то, что, как бы, какой-то абьюз или совсем уж плохие слова. Но, тем не менее, 17%, что это, как бы, плохой текст. Вот, все, классификатор сломался. И это, как бы, Google, который, как бы, умеет во все это дело играть. Мы, конечно, почитали тоже и подумали, ну, у нас не так все. Но, на самом деле, мы тоже падаем под этой атакой. И у нас есть, у нас есть разный контент, с которым мы хотим уметь бороться. И, в частности, это комментарии, которые пользователям не нравятся. Вот, вообще говоря, вы можете на них пожаловаться. И администраторы пабликов пишут разные регулярные выражения, которые позволяют. Есть много разных экстеншенов. Вот, вот видите, здесь будут пожаловаться. Вы можете посмотреть. Эти данные мы использовали для обучения. И вот я сейчас покажу вам, как работает и как это устойчиво к атакам с дурацкими точками. Ну, вот есть такое предложение, да? Вы что-то написали, и вам ваши добрые друзья пишут всякие гадости. Вот мы считаем, что 61% – это не ок. Это вроде бы норм. Вообще, когда там больше 50%, это как бы, значит, мы хотели бы это, например, убрать. Ну, хотя бы понять, что это плохо. Если мы пытаемся это забьюзить, мы, например, можем записать это в одно слово. И мы тоже, на самом деле, для нас это ничего. Мы умеем определять, что это действительно слова. Даже если бы там было бы умри через много и, это тоже более-менее понятно. И у нас бы не упал бы скор. Вот, но при этом, если вы напишите вот так, то бах и все. И мы считаем, что это типа норм. И самое ужасное, что если, думаешь, круто написано, ты написал крутой пост, то у него скор токсичности, он даже выше, чем умрит, тварь. И, что как бы, кажется, что прикольно, но с этим нужно что-то делать. Вот, поэтому, вот, в общем, это вполне себе проблема. Хотя там очень боевая модель, которая супер на больших данных обучена, но так получилось, что она не очень работает. Это стоит признать. Вот, это тоже все видели. Все круто, когда текст, но все становится сложно, когда это еще написано на картинке, а там еще бесконечное количество шрифтов. Вот, это еще усложняет еще одну размерность сложности, потому что в том же OCR можно тоже напридумывать. Это можно полечить тем, что мы обучаемся просто на разных шрифтах, например. Ну и в целом надо сказать, что 90% людей, которые пытаются это обидеть, они используют, скажем, один и те шрифты. А те, кто совсем уж такие хитрые, используют такие разные шрифты, они на самом деле, если мы их поборем со шрифтами, они что-то еще найдут. Вот, то есть тут такая догонялка бесконечная. Вот, пойдем дальше. Ну, мы хотим защититься как-то от этого, потому что это типа не круто. Вот, как мы будем это делать? Ну, на самом деле ответа нет. И на каждую защиту можно придумать тут же атаку. И сейчас я скажу, что там на научных конференциях, условно говоря, выходит 10 статей. Мы научились от этого защищаться. И тут же выходит статья. Мы побороли все ваши защиты. Вот прям чуть ли не на этой же конференции. Мы потом, вот летом была конференция, там было написано, наша атака, она забарывает 11 последних статей на защиту. Что как бы прикольно. Ну, в общем, тут такие догонялки. Вот, но мы можем супер усложнить задачу. Мы можем предобработать данные. Например, один из способов, это мы просто обучаемся не на просто картинках, которые у нас есть, а мы еще дополнительно добавляем шум. И это чуть-чуть усложняет атакующим вот это вот до обучения вот этого шума. Он будет дольше обучаться. Но если они об этом хорошенько подумают, они тоже смогут это обойтись. Вот. Дальше. Что еще можно сделать? Ну, банально больше данных. И для нас это очень круто, потому что мы, опять же, используем там разметку, и люди придумывают нам всякие разные клевые способы, какими они пытаются нас обмануть. Там вот эти все луки, лоисы и всякое такое. Достаточно пройденный этап. Ну, просто потому что понятно. Понятно, что это значит дурацкие лайки, а не что-то другое. Вот. И вот Adversarial данные, это вот как раз те самые атаки. Мы можем примерно понять, что люди будут делать, и просто заточиться на них. Но в целом тоже надо понимать, что почему как бы нет атаки, нет защиты идеальной. Ну, просто потому что все данные, мы не можем их придумать. То есть вот на все-все-все данные их в принципе всегда нет. Это как бы все пространство всех всевозможных картинок или текстов. Ну, просто как бы нереально. Вот. Дальше есть очень крутая концепция. Называется Defensive Distillation. Для этого мы используем очень интересную штуку. Называется темные знания. Сейчас я вам про нее расскажу. Потому что это вообще может быть, ну, это может быть самое интересное в этом докладе будет. Смотрите. Мы видели эту картинку. Мы для автомобиля получаем какие-то метки. И мы видим, что действительно на очень маленький процентик он каким-то магическим образом определяет, что это лошадь. Так вот фишка в том, и, собственно, откуда берутся эти темные знания. Это в том, что вот модель, она находит из всего этого, ну, как бы пространства картинок в том, что действительно каким-то магическим образом лошадь содержится в этой картинке. И более того, она не просто содержится, а там Tesla – это там в пять раз больше корабль, чем лошадь. То есть кажется, что это полная хрень, но если мы использовать будем эту информацию, то это нам даст первое. Мы можем очень сильно уменьшить модель, просто банально обучая ее не на картинках и метках, там, это автомобиль, а на картинках и метках, которые мы вот обучили. То есть мы можем сказать, да, посмотри на эту Tesla и научись определять ее, что она, там, корабль в четыре раза больше, чем лошадь, ну и, соответственно, автомобиль там в сто раз больше, чем лошадь. Вот. Получается, что мы таким образом, как бы из всего знания, что мы ему подали, выцепляем вот это вот темное знание. Вот. И потом это используем. Это практически стандартный способ оптимизации моделей и это можно использовать для защиты, потому что если мы точно так же будем обучаться, мы, получается, как бы, ну вот предсказание наше немножко сглаживаем и атакующим чуть сложнее заставить нас с алгоритм переключиться на новую метку. Вот. Это вот как бы тот способ. Очень прикольно, что как бы совершенно из другой оперы это все пришло, но это можно использовать для защиты. Это называется defensive distillation, а вообще вот этот метод называется дистилляция, когда мы пытаемся оптимизировать модель с помощью, в том числе, о чем-то мы не знаем. Там есть еще куча других способов. Вот. Ну вот, да, вот car. Есть, соответственно, вот эти все вероятности, и мы хотим это все дело обучить. Вот. Тоже есть еще прикольный вариант. На самом деле все эти атаки, они очень падки под всякие разные повороты. То есть, например, если вы делаете защиту, то вы можете просто несколько раз предсказывать, поворачивая вашу картинку, как-то ее изменяя, и, соответственно, атаки, скорее всего, ошибутся. Ну, разные атаки, ну, там самые такие базовые будут, они перестанут вам, например, выдавать гиббона, и она будет все-таки выдавать панду. Вот. Поэтому проблема с автомобилями, она, несмотря на то, что выглядит очень алармистской, кажется, что все будет плохо, и всегда смогут бьюзить знаки и так далее. Но, со мной, она не такая сложная, потому что в реальной жизни автомобиль тоже принимает решение не по одной картинке. Он смотрит на нее с разных углов, с разных камер. Он смотрит, что вообще происходит, догадывается, что, наверное, здесь будет знак стопа, а не знак 45. Вот. И не будет принимать это внимание. Также есть очень классные атаки, когда сегментация, когда тоже автомобиль ездит, все видели, да, вот эти самые движущиеся автомобили, когда вдруг выясняется, что край дороги – это там скамейка, всякая такая ерунда. Ну, на самом деле, он все равно туда не поедет. То есть это как бы та ошибка, которая ни на что не повлияет. Вот. Поэтому не все так плохо. Хотя этим нужно заниматься. Ну, и даем меньше информации. Тут, если у вас есть API, то я просто предлагаю вам как бы меньше, то есть не давать, например, бесконечное количество доступа к результатам этой модели, да. Не делиться самой моделью. То есть понятно, что люди вас как-то забьют, но усложните им задачу как можно. Вот. На самом деле есть способы, когда мы сами хотим атаковать. И этот способ очень прикольный тем, что он матчится с тем, что сейчас Кирилл рассказывал. Потому что мы как бы хотим знать, ну, во-первых, чтобы защититься, нужно знать, как люди атакуют. А во-вторых, есть реально очень хороший способ, который… Ну, вы знаете, Клевер, да? И там есть боты, которые в него играют. То есть это автоматические программники, которые в Гугле пытаются что-то обучать. Ну, они обычно делают всякие разные запросы в Гугле, там есть разные способы, как можно на них отвечать. Ну, и опять же, наша атака – это сделать такой вопрос, который заставит все эти боты ошибаться. Надо сказать, что это достаточно трудно, потому что боты активно используют всякие разные API того же поискового движка, который тоже, в общем-то, пытается отвечать на самые разные вопросы, даже если вы там точки дурацкие поставили. Ну, понятно, что мы не можем точки поставить, потому что пользователь это увидит. Вот. Но мы можем, например, как-то попытаться переформулировать. И это достаточно сложная задача, и сейчас она как бы не решена. Проблема с ботами, она достаточно большая, но прикольный следовательский вопрос, которым мы как бы будем заниматься. Вот. Это, на самом деле, мы практически все. На самом деле, главный вывод из всего этого дела, потому что я думаю, что вы там, ну, вот, если ребята на хакатоне сейчас что-то делают, вы все используете API, вы все используете всякие разные сервисы, вы все прикручиваете машину на обучение к своим проектам, но его всегда будут объюзить. То есть, если вы не объюзите сейчас, его будут объюзить потом, когда это будет большой сервис, и когда-нибудь это приведет к чему-то суперплохому, к какому-то плохому пиар-историю, или к чему-то еще. Просто об этом нужно думать. И как бы люди сейчас тоже об этом думают. Вот, в общем, следите за этим, потому что это такая важная вещь, которая вот пришла к нам, ну, просто потому что это стало повсеместно. Вот. И вот это конец. Ну, вот наш детектор считает, что это птичка на 83% и, конечно, ошибается. Вот. И я думаю, что все детекторы, ваши детекторы тоже, если вы их делаете, тоже будут считать, что это птичка. Ну, в целом, почему бы нет. Вот. Ну, это все. Спасибо большое за внимание. Здесь можно посмотреть побольше, да. Ну, я на самом деле просто вышел тоже поблагодарить тебя. Спасибо, Паша. Спасибо. И объявить, что можно задавать вопросы по традиционной схеме. Поднимаем руку и вам принесут микрофон. Да, Паша, такой вопрос. Смотри, ты говорил, что для того, чтобы защититься, мы добавляем, бывает, шум и обучаемся на зашумных изображениях. Влияет ли это в целом на качество? То есть, допустим, без шума мы обучаемся, у нас там качество 95% в предсказании, а с шумом общее качество будет 93% или качество не меняется? Спасибо. Сейчас, качество не меняется. Я думаю, что, ну, в зависимости от того, как ты обучаешь, я думаю, что можно попытаться подтянуть и сделать так, чтобы было более-менее нормальное качество. Но в целом кажется, что пожертвовать качеством и защититься – это нормальный результат. Просто надо сказать, что ты, получается, когда ты добавляешь шум и вообще больше данных, у тебя данные меняются, поэтому не очень корректно сравнивать. То есть, получается, у тебя больше такой более робостный классификатор, получается, он более устойчив ко всем и больше умеет. И чем больше данных, тем, в принципе, у тебя точность должна падать, конечно. В общем, а если подойди к этой задаче с другого, как бы, стороны… Ну, то есть ты сейчас продемонстрировал, как шум меняет результат классификации. Используете ли вы какие-то алгоритмы, наоборот, денозинга, чтобы исключать этот шум из изображения и уже нормально прогонять через классификатор? Слушай, сейчас нет, не используем. И я думаю, что даже… Там просто такой шум, понимаешь, его как бы… Ну, это не совсем шум. Это маленькие изменения в данные. То есть ты вот, ну, практически не увидишь. То есть как бы нет, не используем. Когда мы обучаемся, мы можем добавить этот шум и сделать как бы, ну, обучение этого классификатора чуть более сложным. То есть атака будет дольше просто, потому что тебе будет сложнее вот… Ну, у тебя не сойдется, короче, гиббон не привозится из пандов гиббона. Если… Ну, то есть мы обучим… Ну, будем обучать этот шум, как обычно, но именно мы будем… Ну, при процессинге сделаем для картинки. То есть мы будем убирать шум из этой картинки. Вот это есть или нет? Я думаю, что это не заведет. Я думаю, что это просто как бы такая перпендикулярная штука. Но стандартный подход… Ну, один из способов – это ты вот… У тебя есть картинки? Ты добавляешь туда шум и после этого пытаешься предсказывать. И это вот улучшает. Это один из способов, как можно попытаться усложнить задачу. Но не защититься полностью, конечно. Но в целом я не видел такой шумоденоизинг, чтобы, ну, не знаю. Просто надо сказать, что еще такая область, она прямо сейчас очень развивается, поэтому, может быть, что-то мимо пришло. Ну, кажется, что нет. Очень мало вопросов. Есть еще вопросы? Ура! Привет! А есть информация о том, сколько ботов реально играет в клевер? И сколько они смогли выиграть денег? Слушай, у меня нет. Я думаю, что и у ребят тоже нет, потому что крутых ботов нельзя определить. В этом неизвестно. А, то есть, может, люди там вообще, да, не выиграют деньги? Нет, я думаю, что выиграют, конечно. Нет, ну, я думаю, что проблема с ботами, что боты прям очень круто. И более того, я тебе скажу, что ты же можешь не просто бота полностью делать, ты можешь как бы помогать себе. То есть, я буду играть, но при этом как бы… Быстро видеть ответы, там, что-то такое. То есть, ты тут не… Ну, это такой суфлер, который тебе будет помогать. Да, да, да. То есть, это прикольная задача, ее как бы трудно решить, она как бы реально трудная. Спасибо. Тут есть вопросы и там еще на верху. Привет. Спасибо большое за лекцию, было очень интересно. Хотел спросить, а вы в качестве какой-то практики ломаете только свои проекты или пытаетесь как-то сломать, не знаю, что-то яндексовское и как-то… Слушай, ну, видишь, вот Google, ну, вообще нет, может быть, потому что много времени занимает, но в целом это прикольно достаточно. Я люблю, я лично люблю, знаете, когда всякие разные боты, которые считают, что они умеют там в памяти, там что-то запоминать, они пишут про это. Я люблю им что-нибудь такое написать и спросить, а что я спросил до этого, они обычно не могут ответить. Я к этому и спрашиваю, что как бы было бы интересно, чтобы именно большие конгломерации, большие компании, они ломали друг друга именно на открытую, именно с точки зрения открытости. То есть они сломали и сказали, они там в плане денег заработать. Ну, в целом это же все есть. Вот эти все классификаторы, они условно, это открытая архитектура. То есть если мы делаем какую-то атаку на что-то более-менее общее, то мы помогаем всем и всем рассказываем, что тут есть проблемы. Но тут на самом деле основное место в том, что не нужно, не то, что это как бы нужно все сломать, а то, что нужно знать про то, что есть проблемы и пытаться с этим что-то сделать. Хотя бы хоть как-то от этого защититься. Потому что в целом это то, что, конечно, то, что у нас чуть больше спама пролезло, но это не очень хоррористично, как бы никто от этого не умрет. Но это будет не очень круто. Спасибо. Там вот наверху и здесь еще кто-то был. Да, спасибо за лекцию. У меня такой вопрос вот насчет сообщества ВКонтакте. есть собственные боты. Насколько я знаю, они чистят там комментарии. Да. И вот они работают, опираясь на вашу API или… Нет, API нет. Сами делают. Ну, я скажу, что ты можешь у себя в паблике, ты можешь задать просто регулярные выражения. Там типа go.ls. Там такие очевидные вещи. И они… Это очень хорошо, это скашивает 99% плохого контента. Ставим лайк. Я скажу даже, что это обучено вот как раз на результатах вот этих вот автоматических. То есть пользователи размечали плохой контент и очень легко обучиться. И очень легко упасть тоже под атакой. И вот в середине еще там потом будет. Спасибо за лекцию и презент тезки. Вопрос насчет алгоритма. Лежат ли какие-то наметки в репозиториях каких-то, может быть, посмотреть, если… Слушай, вот адвизариал атакс. Сейчас вообще популярно выкладывать к статьям всякие разные репозитории. Можно посмотреть. Есть. Нет у нас, потому что мы ничего не успели выложить. Но на гитхабе можно точно найти. И еще один маленький вопрос. Есть ли такие… Ну, будут ли делать такие же алгоритмы, какие делают в группах спам-фильтры, только на страницах? Я думаю, что… Честно скажу, вот когда будем… Нет, не могу прокомментировать, но я думаю, что когда-то да. Кажется, что это проблема, с которой нужно что-то делать. Вот. А по поводу кода я хотел сказать, что на самом деле это очень прикольно. Рекомендую, если вам эта тема понравилась, то попробуйте, найдите, посмотрите, как можно залернуть свой. То есть, понятно, там гиббон панда, но можно прям реально взять ту картинку, которую вам хочется, и превратить в какую-то другую. Это просто достаточно прикольно. То есть можно как бы поэкспериментировать достаточно просто, как упражнение. А у тебя есть на памяти какие-то прикольные случаи, когда ВКонтакте взломали, обошли систему, и какие-то очень крутые спамы. Ну, просто прикольные случаи. Если есть, то что это были за случаи? А не все какие-то такие дурацкие? Я просто думаю, про самое прикольное мы не знаем просто, потому что они как-то обошли. Сейчас я подумаю. Я подумаю, скажу, может, побольше сейчас я так, прям что-то такое супер-супер прикольное. Наверное, нет. Скорее, мы где-то ошибались, когда у нас было такое, что мы, ну, у нас есть детектор 18+, да, который, вот, безопасный контент и безопасный контент. И я помню, что хентай пал туда, ну, потому что хентай 18+, часто бывает. И я помню, что аниме тоже частично. Было время, когда оно, ну, какое-то время туда попало, но потом выяснили это и сразу откатили обратно, вернули. Не знаю. Достаточно прикольно. Аниме хентай.